Когда вы делаете плохой выбор, вы настраиваете мозг на поражение, а тело — на разрушение. Последствия непременно придут. Доктор Каролайн Лифф, патолог коммуникации, когнитивный нейробиолог, библейский и научный эксперт по мышлению. Именно мысли меняют физиологию нашего тела. Именно мысли меняют наши ощущения и действия. Они меняют нас. С большим энтузиазмом ее вновь и вновь приглашали на программу «Славцы Господа». Это оранжевый мозг, потому что он розовый. Мы решили не приносить. Разве он такой большой? На самом деле, ваш мозг размером примерно с два кулака. Мой мозг не такой огромный. Ее дар — помочь вам осознать связь между мышлением и телом. То, как мы мыслим, должно соответствовать Слову Божьему. Его Дух питает нас. Дух Святой питает наш Дух. Дух питает душу. Более 20 лет она изучает науку мысли и раскрывает тайны мозга. Делая неправильный выбор, мы буквально наносим удар по нашему нейрохимическому балансу. Ее страсть — помочь вам раскрыть в себе огромный потенциал. Она объясняет научные и духовные аспекты мышления. Вы реагируете на эти события и обстоятельства, которые были переданы пятью вашими чувствами, как электромагнитные световые силы. Она открывает связь между наукой о мозге и вашими эмоциями. От 75 до 98% нынешних психических, физических и поведенческих заболеваний возникают из-за мыслительной деятельности. Вы можете разбить порочный круг ядовитого мышления. Бог дал вам возможность выбирать. Очевидно, что выбирать нужно хорошее. Теперь в своей программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Каролайн Лив. Вы — мыслящее создание. Вы мыслите весь день напролет. Каждый раз ваши мысли ведут к принятию решения. Пока вы мыслите и выбираете, ваше ДНК производит белки. Эти белки группируются и образуют мысли. Эти мысли похожи на деревья. Но иногда мы делаем плохой выбор. Вместо правильной группировки белки группируются неправильно. Результат ядовитых мыслей в мозге можно увидеть. Они похожи на ядовитые деревья. Если провести аналогию с лесом, то на этом месте будет огромная черная пустошь. Таков результат ядовитых мыслей. Наше тело опознает это как чуждую ему структуру. Наш мозг отрицательно реагирует на ядовитые мысли. Такие мысли похожи на захватчиков. Они увеличивают склонность к болезням. От 75 до 98% нынешних психических, физических и поведенческих заболеваний вызваны именно ядовитыми мыслями. Вы живете в гуще событий и обстоятельств. Вы не можете контролировать эти события и обстоятельства, но вы можете контролировать свою реакцию на эти события и обстоятельства вашей жизни. Вы созданы совершенными. Вы должны бороться, чтобы сохранить это совершенство, вернуться к совершенству. И вы вполне способны мыслить совершенно. Так что вы мыслите, выбираете и созидаете. Вам это дано свыше. У нас есть невероятная способность мыслить и выбирать. Мы можем сделать и плохой выбор. Плохой выбор может раздражать нас на каком-то этапе. Либо мы можем принять в свой дух то, что не следует принимать. Возможно, кто-то вам что-то сказал, а вы разозлились на него, вплоть до серьезных решений убить кого-то, или изменить супругу, или каких-то еще. Каждый раз, когда вы отходите от следования Богу, когда отходите от своего изначального дизайна, то есть цели любить, вы вступаете в сферу плохих решений. Это действие разума. Самое сложное в достижении счастья, мышления, покоя и здоровья — вспомнить, что мы можем это выбрать. У вас есть дух, душа и тело. Вы знаете, что вы — триединое создание. Ваш дух — это настоящее вы. Ваш дух — это ваша интуиция, ваше сознание и ваше общение. Ваше общение — это поклонение Богу. Еще у вас есть душа. Ваша душа — это ваш интеллект, ваша воля и ваши эмоции. Ваша душа — это, собственно, ваш разум. Вы мыслите, выбираете, чувствуете. Все это — деятельность вашего разума, или вашей души. Живете вы в теле. Ваш мозг — это часть вашего тела. Дизайн и естественный порядок, установленный Богом таков. Дух Святой информирует ваш дух. Ваш дух информирует вашу душу, а ваша душа контролирует ваш мозг и ваше тело. Ваша душа одной ногой стоит в двери духа, а другой ногой стоит в двери тела. Это центральная позиция, и эту позицию вам дал Бог через нашу свободную волю. Он дал вам способность мыслить и обрабатывать информацию. Ваша душа работает день за днем, как мыслительный аппарат, который действует на тело, мозг и на ваше духовное развитие. Другими словами, ваш разум — это реальная ощутимая вещь с реальным действием. Пользуясь квантовой физикой и измерительными аппаратами, мы можем увидеть деятельность вашего разума. Ваше тело представляет собой последствия решений вашего разума, разума вашей души, вашего выбора. Когда мы делаем плохой выбор, протеины выглядят по-другому. Они извиваются и выглядят как группы маленьких забавных ворсинок. Они слепаются, и мы можем увидеть на них воспаление. Область вокруг них заполнена мыслями, потому что у каждой из них множество ответвлений. Каждая мысль похожа на Вселенную. Но все выглядит иначе. Электрохимический баланс отключен. Даже на уровне квантовой физики можно описать изменения, которые происходят из-за ядовитых мыслей. Можно использовать разные виды сканирования, чтобы представить такой мозг. Всегда видно, где внутри мозга есть повреждения. Всегда видно, что что-то происходит не так, потому что глюкоза и кровь течет иначе. Так мысли становятся физической реальностью. Бог дал вам способность выбирать. Очевидно, что нужно выбирать хорошее, потому что в Библии написано, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Это значит, что если вы выберете смерть и проклятие, тогда вы и ваше потомство жить не будет. Я не жестокая. Я просто цитирую Писание. Когда вы думаете и выбираете неправильно, это привносит ядовитые мысли в ваш мозг. Эти ядовитые мысли похожи на врагов внутри нашего мозга. Так происходит, потому что мы созданы, чтобы любить, а страху нам приходится учиться. Отравляющий выбор — это на самом деле ответ страха. Это не тот страх, который пугает. Это все негативное, что приходит в нашу жизнь. Расстройство, отчаяние, ненависть. В ходе своей жизни вы обрабатываете. Что вы обрабатываете? События и обстоятельства своей жизни. Все эти вещи приходят через пять ваших чувств. Вы обдумываете вещи и реагируете на эти события и обстоятельства, которые поступили через пять ваших чувств, как электромагнитные световые силы. Их можно измерить и описать с помощью квантовой физики и науки о мозге. Бог создал все это. И не нужно бояться упоминаний о квантовой физике и науке о мозге. Все это создал Бог, чтобы мы увидели его славу. Тренировка для мозга. Видите эту женщину? Ее зовут Эмма. Этого пса его зовут Макс. Между ними течет река. Эмма на одной стороне, Макс на другой. Эмма зовет Макса, и Макс немедленно пересекает реку, чтобы подойти к ней. Он не пользуется ни мостом, ни лодкой. Добравшись до другого берега, он остается абсолютно сухим. Как он это сделал? Чуть позже мы вернемся с ответом. Он будет неожиданным. Если мы делаем плохой выбор своим разумом, это будет иметь духовные последствия функционирования вашего разума и духовном развитии. Вместе с этим это оказывает огромный эффект на то, как функционирует ваше тело. Последние исследования показывают, что 75-98% психических и физических болезней вызваны именно нашей мыслительной деятельностью. Эти заполевания — очень страшная вещь. Я не говорю о каких-то вирусных или инфекционных заполеваниях в роде простуды. Я говорю о проявлениях физических болезней внутри нашего тела, 75-98% которых вызваны нашими эмоциями и мыслями. Именно наши мысли меняют физиологию нашего тела. Именно наши мысли влияют на то, как мы себя чувствуем и как действуем. Именно наш разум обладает такой невероятной силой. Мы даже не можем осознать или взять полную ответственность за всё то, что Бог поместил в наши головы. Как плохой выбор приводит к отравляющим мыслям? Вы мыслите и делаете свой выбор. Всякая работа разума приводит к физическим изменениям, активности генов и формированию белков. Эти белки формируют из себя деревья. Если мы делаем хороший выбор, белковая структура и химические вещества образуют здоровое дерево. Но если мы делаем плохой выбор, например, решаем раздражаться или разочаровываться, или разозлиться, или ещё что-то, что относится к негативной зоне страха, это влияет на способ формирования белков. У нашего тела нет готовых структур для отчаяния, злости, разочарования или раздражения. Наш разум — это реальная вещь. Он генерирует действия внутри нашего мозга. Ваш разум вырабатывает сигнал. Вы мыслите и выбираете. Всё это сигналы, которые можно измерить, которые можно увидеть на экране компьютера. Другими словами, прямо сейчас вы можете думать, и если подключить к вам какие-то аппараты с изображением, то вы увидите деятельность внутри вашего мозга. Эта деятельность внутри вашего мозга — это мощный, вырабатываемый вами сигнал. Библия говорит, что вам дан дух любви, силы и здравого рассудка. Секреты мозга раскрыты. Мозг человека весит в среднем полтора килограмма. На ощупь — как авокадо, а по текстуре — как твёрдое желе. Когда мы подхватили вирус или простуду, или ещё что-то в нашем теле, иммунная система немедленно активизируется, чтобы бороться с этой инфекцией. Всё, что не является частью нормальных циклов, структур или функционирования мозга, лечится таким же образом. Наши мысли производят физическую реальность в мозге. Наши мысли выглядят как маленькие деревья. Со здоровыми мыслями деревья тоже здоровые. Баланс всех белков, электромагнитных потоков уравновешен. Но когда мы делаем плохой выбор, мы погружаем свой мозг в нейрохимический хаос. Это дерево символизирует негативные мысли. Оно символизирует неправильный выбор. Оно показывает, что когда мы делаем неправильный выбор, мы сбиваем нормальное функционирование нашего мозга, задача которого — любить. Каждый раз, когда вы выражаете свои мысли, ваши гены вырабатывают белки. Они являются результатом вашего мышления. Ваше мышление — сигнал к началу образования белков и сохранению информации в виде дерева. Это зелёное дерево. Оно символизирует здоровые мысли. А там — ядовитое дерево. Это ваша норма. В том числе в духовном смысле, потому что Библия говорит, что вы созданы по образу Бога. Бог есть любовь, и учёные также выяснили, что мы созданы, чтобы любить. Вы созданы, чтобы мыслить правильно, выбирать жизнь и настраивать мозг на жизнь. Наша норма — здравый рассудок. Нездоровый рассудок ненормален, но мир говорит, что беспокойство нормально, тревога нормальна, негативизм нормален, волнение и тому подобное — это просто часть вашей жизни. Но это не часть жизни. Это результат решений, которые мы принимали. Я не пугаю вас, не расстраиваю. Я просто цитирую Писание и рассказываю, что такое наука. Писание говорит, что если вы выберете жизнь, вы будете жить. И наоборот, если вы не выберете жизнь, вы войдёте в зону смерти. Представим, что это зона жизни, а это — зона смерти. В науке всё точно так же. Ядовитые мысли делают вас больными. Когда вы думаете о плохом, болезнь рано или поздно проявит себя. Каждый человек настолько уникален, настолько непохож на других, что болезнь у каждого тоже будет проявляться по-разному. Кто-то будет чувствовать лёгкую боль, кто-то — лёгкое беспокойство, а кто-то уйдёт в серьёзную депрессию, потому что продолжает думать плохо. Чем дольше вы думаете, чем глубже такие размышления, тем сильнее будет болезнь. Если это токсично и негативно, оно вызовет воспаление и сбои в балансе, поскольку ваш мозг контролирует ваше тело. Это проявится каким-то образом. Либо в поведении, либо в эмоциях, либо в психике, либо в депрессии. Это может быть посттравматический стресс, шизофрения, физические болезни, рак и тому подобное. Доказано, что до 95% заболевания раком приходит от реакции человека на различные события и обстоятельства его жизни. Зачастую это результат жизненных решений. Это не означает, что если вы подумали плохо, то вас постигнет подобная участь. Так утверждать нельзя. Но мы знаем из исследований, науки и из писания, что выбирая неправильные вещи, вы вступаете в зону смерти, как бы хорошо она не выглядела. Когда вы принимаете неправильное решение или делаете неправильный выбор, или выбираете негативную, ядовитую мысль, покой покидает вас. Когда мы выбираем неправильно, мы выращиваем ядовитые мысли одну за другой. Это настолько важный факт, и нам очень нужно его осознать. Ваш мозг контролирует каждую клеточку вашего тела. Но ваш мозг создан, чтобы быть под контролем вашей души. А это сфера вашего разума. То, что вы думаете, выбираете и чувствуете, меняет физическую структуру вашего мозга. Это доказывает наука о мозге. Бог открывает это через научные открытия. Он открывает, насколько он невероятен. Он показывает, что он дал нам мозг и тело не для того, чтобы мы чувствовали себя плохо, просто чтобы мы выглядели хорошо или плохо, или просто чтобы нам было нелегко. Он сотворил мозг и тело, чтобы мы могли приближаться к нему. Ваш мозг и ваше тело представляют собой физический результат решений нашего разума. Если мы принимаем плохие решения и переходим в ядовитую зону, мы чувствуем эффект внутри нашего тела. Это доказано наукой. Ежедневно ведутся исследования, которые доказывают, когда мы не на позитиве, когда мы негативны, когда мы делаем не то, что мы должны делать, то мы входим в эту зону и меняем физическую природу нашего мозга. Как ядовитое мышление влияет на меня? Наша иммунная система переходит в режимы защиты. Наше тело переходит в режим защиты и определяет, что это несозданная структура. Все так называемые иммунные факторы, иммунная система, которая стоит на защите тела, активизируется, и та область, где вы построили ядовитые мысли, определяется как зараженная. Весь электрохимический баланс и химический баланс сбиваются. Это можно увидеть. Всегда можно увидеть, как кто-то обдумывает ядовитые или негативные, или ненормальные, или непозитивные мысли. Это можно заметить. Эти физические изменения в теле можно увидеть. Мы видим, что кровь течет неправильно. Ее либо слишком много, либо слишком мало. Потому что метаболизм либо слишком большой, либо слишком маленький. Но это абсолютно ненормальный ход процессов. Если смотреться структуру нервных клеток, можно увидеть заражение. Теперь мы знаем, что подобное заражение в мозге или в теле только ухудшится, если ничего не предпринимать. Вот почему исследования показали, что от 75 до 98%, а это огромный процент, нынешних психических, физических и поведенческих болезней возникают из-за жизни мыслей, из-за того, как мы мыслим, выбираем и обрабатываем информацию. Это физический результат подобного выбора. Секреты мозга раскрыты. Воспоминания, связанные с запахом, имеют более сильную связь с эмоциями, потому что ваше обоняние соединено с той частью мозга, которая контролирует ваши эмоции и воспоминания. Вот что находится внутри вашего мозга. Если посмотреть в верхний угол, то можно увидеть тесное сплетение ответвлений. Когда вы думаете, выбираете и тем самым вырабатываете белки, вы выращиваете ответвления. Все ответвления крепятся к этим деревьям. Деревья очень тесно сплетаются между собой. Весь мозг имеет размер с два ваших кулака. Верьте или нет, нет, но в этом мозге бесконечное количество места, где можно бесконечно выращивать новые ответвления. Каждое ответвление содержит столько информации, что можно копить ее 3 миллиона лет и так и не заполнить весь мозг. Вот насколько вы удивительны. Каждый раз, когда вы думаете, вы растите такие ответвления, каждый из которых содержит воспоминания. Когда вы принимаете хорошее решение, все выглядит здоровым. Но когда вы принимаете плохое решение, это влияет на ваше сердце, на вашу голову и на все органы. От этого не появляются черные дыры, но появляется что-то вроде темного облака. Что же мы обнаружили внутри мозга того, кто думает не так, как ему следует думать, кто принимает плохие решения, кто действует в сфере негатива? Все это вызывает реакцию внутри вашего сердца. Это вызывает реакцию в ДНК, реакцию среди химических веществ вашего тела, и результатом становится искаженный образ, который опознается телом как вирусная инфекция, как вторжение. И это не норма. Когда вы порежетесь или причините себе боль, неважно как, ваше тело немедленно вырабатывает S-реактивный белок. Кроме него вырабатывается еще несколько веществ, но S-реактивный белок — самый главный из них. Этот S-реактивный белок направляет к ране все свои силы, чтобы помочь ее заживить. Это часть процесса исцеления. Он исцеляет это воспаление. Он — первая реакция на воспаление. Когда врачи и ученые пытаются изучить вирусы или инфекцию в теле, они смотрят на количество S-реактивного белка. Если его много, значит, в теле что-то происходит. Ваше тело физиологически реагирует на воспаление, вирусную инфекцию или физические повреждения, вырабатывая S-реактивный белок. Исследования показали, что ядовитые мысли также вызывают выработку S-реактивного белка. Так что, когда вы принимаете плохое решение, вы вызываете выработку этого белка в вашем теле. Вы увидите, что весь электромагнитный баланс и течение химических веществ нарушены. уровень S-реактивного белка очень высок. Высок уровень воспаления. Где бы ни было это заражение, в теле или в мозге, если с ним не бороться, оно приведет к болезни. Нужно понимать это. Тренировка для мозга. Как вы думаете, Эмма стоит на одном краю реки, Макс на другом. Эмма зовет Макса, и он, не пользуясь ни мостом, ни лодкой, пересекает реку, не намочив шерсти. Вот как он это сделал. Река была замерзшей. Вот и все решение. Макс просто перешел ее пешком. В основном наука говорит нам, что если мы соберемся изменить одну из неприятных структур в своем мозге, нужно быть дисциплинированным. Нужно уметь концентрировать внимание и фокусироваться. Нужно принимать решения и прилагать усилия какое-то время, чтобы изменить ситуацию. Если хочешь стать атлетом, иди и тренируйся. Не стоит сразу мчаться на Олимпийские игры. Почему же мы не принимаем в жизни то, что применяют в спорте, чтобы измениться? Павел писал о бегущих на ресталище ради победы. Нужно бежать эту дистанцию. Некоторые пробегают первые несколько метров и сдаются. Основные науки, такие как психология, психиатрия, что бы вы о них ни думали, весь мир, здоровье говорит, что на третий, четвертый день большинство людей сдаются. Когда вы останавливаетесь и сдаетесь, это решение вашего разума. Вы выбрали остановиться и сдаться. Вы могли бы выбрать бежать дальше. Вы могли бы выбрать стойкость и выносливость. Даже наука доказывает, что ничего не меняется до 21 дня. Наука говорит, что нужен 21 день, чтобы разрушить неправильные мысли. И это только чтобы разрушить. А чтобы это вошло в привычку, нужно еще минимум два цикла по 21 дню. Когда вы выбираете жизнь, убедитесь, что вы правильно воспринимаете эту жизнь. Вам нужен 21 день. Но мы склонны за этот 21 день выбрать смерть. Это цикл в 21 день по 7-15 минут в день. Можно посвятить сколько угодно времени, но даже 7 минут могут принести изменения. Пока что вы проводите с негативной мыслью весь день. У меня есть для вас новость. Вы только что спровоцировали огромный токсичный выброс в свой мозг. Это вызвало электромагнитный и нейрохимический дисбаланс. Вы подготовили себя к болезни. Вы создали предболезненное состояние. Итак, у каждого вашего выбора есть последствия. Бог очень настоятельно советует нам выбрать жизнь. Это означает, что у нас есть свобода воли. У нас есть способность думать. У нас есть способность обрабатывать события и обстоятельства жизни. И среди этих событий и обстоятельств у нас есть способность выбирать. Вы выбираете. Дух Святой очень нежен. Он только ведет вас к истине. Но вам предстоит выбирать и сказать, «Господь, веди меня. Господь, покажи мне. Господь, что мне делать?» Вот почему Слово Божье говорит «молитесь неустанно». Вот почему Слово Божье говорит «размышлять над Словом днем и ночью». Вот почему Слово Божье говорит «находиться в Божьем присутствии». Без всего этого ваш выбор будет плох. Дорогая доктор Лив, Я христианка уже много лет, но последние шесть месяцев моей жизни оказались самыми трудными. После переезда в новый дом и переживания нескольких сражений в разных сферах моей жизни, мои мысли стали чрезвычайно ядовитыми. Я чувствовала себя очень подавленной и физически больной. Я знала, что у Бога все под контролем, что Он предусмотрел мой переезд, что моя жизнь находится в Его руках. Но мои мысли были полны сомнений, большей частью сомнений в себе. В отчаянии я сказала Богу, что Он ответственен за мою жизнь, и Ему придется закончить ту работу, которую Он начал во мне. Я думаю, Он послал вас ко мне, потому что мне нужно было услышать все, что вы говорите. Мне все еще предстоит много работы по детоксикации, но уже могу сказать, что после того, как я положила свое гнилое дерево к ногам Иисуса, моя ноша была облегчена. Я уже почти в порядке. Я хочу пойти на глубину и заботиться о течении моих мыслей. Я читаю ваши книги. Мне предстоит еще много работы в моем саду, но я просто хочу поблагодарить вас. Петти. Мы находимся возле храма Гроба Господня. Люди верят, что Иисус умер и воскрес, был похоронен, но воскрес. Это невероятное святое место, но оно лишь представляет благодать Бога. Второзаконие 30.19 говорит, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Когда мы принимаем правильные решения, выбираем жизнь, внутри нашего мозга происходят перемены. Наш мозг становится невероятно здоровым органом. Мы способны жить дольше, быть здоровее, быть счастливее. Ваш мозг создан подчиняться вашему разуму. Ваш разум — это сфера души. Иисус знал, что мы будем принимать плохие решения. Поэтому Он умер и воскрес на третий день, дав нам кровь Иисуса и Слово, которое спасет вашу душу. Следуя за Иисусом, приняв Его жертву, посеяв семя того, что Он сделал, в нашем мозгу мы меняем свой мозг. Мы преображаем образ своих мыслей, свое духовное развитие. То, что Иисус сделал здесь, — это истинная благодать. Средний человек обдумывает 30 тысяч мыслей в день. Вы готовы взять их под контроль и включить свой мозг? Меняющие жизнь книги доктора Лив покажут вам пятиступенчатый процесс преображения вашего ума и изменения вашего мозга. Если вы хотите очистить разум по ходу жизни, у доктора Лив есть для вас план. 21 день детоксикации мозга — это онлайн-программа, которая поможет вам включить свой мозг за 7 минут в день. Узнайте о том, как заменить ядовитые мысли здоровыми. Контролируйте негативные давления и плохие привычки. Держите под контролем волнение и напряжение. Преодолите депрессию и просто станьте здоровее. Посмотрите, как 7 минут здорового мышления в день сделает вас счастливее, здоровее и умнее. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. Заходите на сайт drliv.com Вы мыслящие создания, поэтому каждую минуту дня вы думаете и принимаете решения. Ваши решения становятся физической реальностью внутри вашего мозга. Это и научный, и духовный факт. Писание говорит во второзаконии 30.19 «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Есть и противоположный выбор с ядовитыми мыслями. Это отчаяние, разочарование и депрессия. Это также будет иметь физические последствия внутри мозга, потому что мысли реальны, и они занимают жилище нашего разума. Ядовитый выбор влияет на ваше функционирование. Помните, что мы не всегда можем контролировать события и обстоятельства нашей жизни, потому что эти события и обстоятельства – результат выбора решений и мыслей других людей. Но есть то, что мы можем контролировать. Это реакция на события и обстоятельства нашей жизни. Ваша реакция на события и обстоятельства – это уже ваш выбор того, как вам жить и как действовать каждый день. Позвольте, я помолюсь за вас. Господь, я молюсь, чтобы мы осознали, что у каждого нашего выбора есть последствия. Ты поместил нас в физическое тело. Им управляет наш мозг, в котором накапливаются наши мысли. Когда мы делаем плохой выбор, это становится физической реальностью в нашем мозге. Но это чуждая структура, которая умножает нашу склонность к болезням и воспалениям. Помоги нам понять, что ядовитый выбор – это очень плохо. Но мы можем его избежать. Умножь в нас внимательность к нашему выбору и умение замедлить ход и спросить тебя, как нам лучше отреагировать на ситуацию. Благодарим тебя за это во имя Иисуса. Спасибо, что были со мной на этой неделе. Я доктор Кэролин Лив. Старайтесь принимать правильные решения и включать свой мозг. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok